Еще одна громкая реорганизация. В редакцию нашей программы обратились сотрудники клинического центра медицинской реабилитации, который расположен в деревне Ломы Ивановского района. На руки персонал получил уведомление, что их круглосуточный стационар закрывают. Последний рабочий день 31 мая. Нас собирала как бы начальница, сказала, что нерентабельно департамент закрывает. Как такового не говорили они нам, что прям из-за чего конкретного. Предлагают нам работу в поликлиниках. Я вот работаю там очень давно, работаю сутками. Мне невыгодно работать в поликлинике каждый день. У меня маленький ребенок, который идет в первый класс. В 2015 году центр реабилитации открыли после ремонта. Он расположен на месте детского санатория «Малышок». Лечение в учреждении получают дети от 3 до 17 лет с различными заболеваниями, в том числе невралгия, ДЦП. Оздоравливаться предлагали также многодетным и неблагополучным семьям. Многодетная семья. Там вот Ксюша отдыхала, девочка 3 или 4 лет. И я разговаривала с этой семьей, их 13 человек в семье. И они, конечно, просто в шоковом состоянии находятся, по какой причине закрывают вот это учреждение. Потому что они буквально выросли, там дети. Я думаю, что это последнее детское такое учреждение для реабилитации детей. И оно необходимо, нужно детям. Эффект есть от учреждения? Конечно, есть. Даже родители говорят о том, что дети лучше себя чувствуют. Сотрудники давно предполагали, что дело идет к закрытию. Когда нас перевели в КСПО, в центр реабилитации, все к этому ушло. То есть мы полгода не работали, сидели там, какой-то оклад нам платили. Потом открыли, но как-то вот разрушали постепенно. Вот, разрушили в конце концов. Нам выдали уведомление, что туда переедет противотуберкулезный детский диспансер. Белочка называется. Альтернатива этому центру есть в аналогичном на улице Постышево областного центра. Также в ней материнство и детство и медцентре Решма. Но там, рассказывают родители пациентов, место сопровождающему родителю предоставляют за деньги. Здесь же все было бесплатно. Только Решма, где родитель должен доплачивать. Вот я не имею такой возможности доплачивать даже. Потому что у меня лекарства идут чуть ли не в 10 тысяч ежемесячно. Я на ребенка трачу на лекарства. А тут у меня полностью лечение, все бесплатное. В педиатрическом отделении 45 коек. И они не пустуют, рассказывают сотрудники. Бесплатную путевку родители могли получить раз в три месяца. Как мать, имеющая ребенка инвалида, я считаю, что такие заведения должны существовать. Что я, например, столкнувшись со своей проблемой после операции, выведения контрактуры ноги, я считаю, что очень сильные у нас специалисты по ЛФК и массажу, которые могут детям помочь в этом. В реабилитации своих детей. Вопрос с закрытием центра уже окончательно решен, отмечают сотрудники. Из помещения уже вывозят предметы интерьера и технику. Сейчас, да, действительно уже начинают выносить мебель. Родители в шоке, дети смотрят, не могут понять, почему не забирают телевизор. Выезд на место специалистов Департамента здравоохранения и официальные комментарии нам обещаны на четверг, 6 апреля. Насколько верны слова медицинского персонала и как обстоит дело, смотрите в наших следующих программах. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.